Крупный пожар в частном доме по улице Шкипера Гека практически полностью уничтожил строение и оставил без жилья сразу три семьи. В частном доме по адресу улица Шкипера Гека 1-1 произошел пожар. По указанному адресу немедленно прибыли сразу четыре наряда огнеборцев и немедленно приступили к тушению. Работа осложнялась тем обстоятельством, что четко в очаге не наблюдалось, горело сразу с четырех сторон. Несмотря на все усилия, справиться с огнем быстро не получается. Сильный ветер раздувает пламя и пожар разгорается прямо на глазах. Выясняется, что строение представляет собой жилой дом, в котором ютятся сразу несколько семей. А ты жил сколько? Три семьи тоже жила? Одна там, а нет, даже четыре, еще с задней стороны там дом. Сзади я не видел, что там, не знаю, сгорело, нет. Но жила здесь одна, здесь одна, здесь одна и там одна. Это четыре семьи в этом доме было. Также становится известно, что горит здание не в первый раз. Подобное уже происходило, но никто из жильцов выводов не сделал. И никаких мер предпринято не было. Он уже не первый раз горит. Он не первый раз горит. Первый раз я его видел, у него горела боковина. Коротнула коробка. Значит, очень... Ну, большое напряжение. Ну, очень... Перегрев? Ну, перегрев. Происшел проводов, и весь угол у него загорелся. Я его подлежал, постучал. Он бежит, давайте воду. Какая вода при электричестве? Нужно сначала обесточить, потом только что-то тушить. То есть не случилось, что опять проводка? Да, это, скорее всего, опять проводка. Я считаю, что опять проводка. Прибывшие специалисты электросетей сматывают ненужные и уже почти безопасные провода, именно отключение электропитания, позволяют огнеборцам приступить к активному тушению. По предварительным данным, пожар начался в одном из крайних строений. Владельцы этого помещения, нетрезвые соседи, обвиняют в неумышленном поджоге. Существует ли виновность жильца в случившемся или нет, выяснит следствие. Пока же главная задача пожарных – справиться с огнем и спасти пострадавших. Дело в том, что, по некоторым данным, внутри горящего здания находятся дети. Однако очевидцы категорически опровергают этот слух. Без понятия, зашла домой, заискрилась. Ну, заискрилась. Выпустили? Да. Нет, я начала кружкой тушить. Дура. Там кто-то остался? Кто-то в доме был? Только собака и кошки. Людей не было? Нет, слава богу, нет. Пожарным помогают все, кто находится поблизости. Соседи наполняют ведра водой, передают их жильцам последнего оставшегося не сгоревшим помещения. С единственной целью – не позволить огню уничтожить последний жилой уголок. Пожарные продолжают свою работу, однако спасти дом не удается. Никто из его жильцов не пострадал. Продолжение следует...